Друзья, приветствуем вас на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Как влияет на веру разлука с Родиной? И многие прекрасные поэты и писатели, русские, оказавшиеся в прошлом веке в изгнании из России Писали чудные строки, в которых тоска по Родине, устремленность, желание видеть ее Были такими яркими, такими впечатляющими, что и для современников наших, живущих в России Какие-то песни с тоской по Родине являются любимыми и, то и дело, распеваемыми за какими-то душевными застольями Я тоскую по Родине, по родной стране своей Всяк храм мне пуст, всяк дом мне чужд, и все равно, и все едино Но если на дороге куст встает, особенно Рябина или Борис Пастерна, которому угрожали советские власти Изгнанием за назначением Нобелевской премии по литературе Умолял Хрущева в письме своем не изгонять его из России, даже советской Потому что, говорит, не смогу я жить без Родины Почему же люди, уезжая за рубеж и по разным обстоятельствам оставаясь там жить Чувствуют не только тоску по потерянному Отечеству, но и возрождение духовной жизни Конечно же, в обстоятельствах чужбины, как бы ни была она в каких-то обстоятельствах сладка Требуется особые усилия души для сохранения самой себя в тех добрых расположениях Которые были восприняты ею от собственного дома, от своей малой Родины, от своей семьи Не всегда получившие христианское воспитание дома, такое системное, осмысленное Остро чувствовали в нем потребность тогда, когда наше православное Отечество бывало ими покинуто Храмы Русской Православной Церкви, находящиеся в других странах Становятся для таких людей настоящим маяком спасения Настоящим источником душевных сил Собственной духовной самоидентификации Собственного утверждения для преодоления тех трудов жизненных, тех скорбей неизбежных Которые и в дому своем, и на стране далече сопровождают человеческую жизнь Особенно дорог оказывается каждый земляк И не потому, что может оказать какую материальную помощь А именно потому, что в нем, а потому, что в нем, в его вере православной Мы черпаем утешение и подкрепление своей душе, укрепление в своей вере Не зря апостол увещевал своих учеников и высказывал надежду о том, чтобы видеться лицом к лицу Для того, чтобы насладиться общей верой их и его, единой для них Потому и наши духовно родственные православные, которые встречаются в странствиях, в странах дальних наших соотечественников Бывают особенно желанные, дорогие, особенно если это священнослужители, которые несут свое послушание В храмах Московского Патриархата по всей земле и в очень далеких странах Далеких от нашей Родины, но сами храмы те же, что и у нас И все необходимое для спасения каждого человека Вся полнота благодати, присущая храмам на Родине, имеется и в храмах, подчиненных нашей Патриархии, нашей Церкви Русской Как бы далеко от Родины они не находились Поэтому и происходит с большинством людей, находящихся вдалеке от Родины Некоторая духовная перемена И большое, как сказал наш рязанский поэт, видится на расстоянии И то, что составляет красоту нашей Родины и жизни в доме своем, в Великой России Что не всегда было заметно во время пребывания Там становится особенно очевидным вдалеке А среди этих откровений, среди этих открытий, быть может, самым великим и дорогим Бывает вера православная И принадлежность к Русской Православной Церкви Становится главным сокровищем, которое и в дальних странах Приобретают своей уже тогда христианской жизнью Те, кто переехал для жизни в другую страну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok